Когда в Японии в этом году объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, людей призвали убрать хлам из домов, в которых им предстояло проводить большую часть времени. Многие приняли такие призывы со всей серьёзностью. В результате в стране начал процветать рынок товаров класса люкс, бывших в употреблении. 71-летняя домохозяйка Митсука Ивама проводила почти всё свободное время в спортзале. Однако, оказавшись дома, занялась уборкой в шкафах. В итоге решила избавиться от кимоно, которое подарили ей родители десятки лет назад. «Большую часть года я была дома из-за коронавируса. Я решила прибраться в доме, избавившись от всего, что мне не нужно. Мне показалось, что кимоно не стоит висеть в шкафу. Было бы хорошо, чтобы их смог носить кто-то помоложе». Помогает распрощаться с ненужными вещами компания BuySell Technologies. Она выкупает их у владельцев и перепродаёт онлайн. «Люди начали проводить больше времени дома, поэтому начали там всё менять. В японском есть такой термин как «дансари». Это означает упрощение жизни. Сознание людей меняется в этом направлении. Они приходят к нам, поскольку наши услуги помогают очистить их дома». Работники компании говорят, что только в октябре этого года у них стало в разы больше вызовов, чем в том же месяце 2019-го. Среди клиентов две трети – это люди старше 50 лет. Часто продают кимоно и дорогие сумки. «Наши продажи увеличились на 35% по сравнению с периодом до пандемии». В компании также отмечают, что с ростом цены на золото японцы также начали активнее распродавать свои кольца и ожерелья. Единственное в этом году полное солнечное затмение смогли наблюдать в южной части Атлантического и Тихого океанов, Аргентине и Чили. Ширина полосы, где его было видно, составляла около 90 километров. В Чили более сотни тысяч туристов устремились в города Пукон и Вильярика, расположенные на берегах одноимённого озера, а также в посёлке на побережье Тихого океана. Беспрепятственно наблюдать затмение помешала погода, было туманно и облачно, моросил дождь. Впрочем, впечатление это не испортило. Примерно в час дня по местному времени регион погрузился во тьму. Полная фаза затмения длилась чуть больше двух минут. «Это было очень странно. Вдруг всё потемнело, потом вдруг снова посветлело. Единственный минус – это облака. Мы не смогли увидеть, как солнце скрылось за луной. Имел возможность наблюдать затмение в прошлом году в Инкауасе. Но сегодняшнее было совсем иным. Невообразимое ощущение. Это не описать словами. Очень впечатляющий момент. Очень зрелищно. Несмотря на дождь, это, несомненно, того стоило». Солнечное затмение – это когда луна оказывается между Солнцем и Землёй. Такое бывает редко и может наблюдаться в любой точке земного шара. Это уже Аргентина. В Буэнос-Айресе затмение было видно частично. «Мы ощутили похолодание и частичное потемнение. Затмение было не таким явным, поскольку было частичным. Здесь не темнело полностью. Но было интересно». «Это было в час 32 минуты дня. По-моему, упала температура. Стало более ветрено и не так шумно». Специалисты советуют не смотреть на затмение невооружёнными глазами. Нужны солнцезащитные очки со специальными фильтрами. 14 декабря в США отдали свои голоса коллегии выборщиков. Именно они определяют победителя в президентской гонке. Однако в этот раз не всё однозначно. До выборов в каждом штате формируются две коллегии – от республиканской и демократической партий. Затем, в зависимости от того, какой кандидат наберёт больше голосов в штате, та коллегия и получит право голоса. В этот раз в ключевых штатах голосовало сразу по две группы выборщиков. Это Пенсильвания, Джорджия, Невада и Аризона. Формально победу там одержал Джо Байден. Однако штаб Дональда Трампа выявил множество свидетельств махинаций. Идут судебные разбирательства. Выборщики от республиканцев решили провести формальное голосование, чтобы в случае, если результаты выборов в штатах будут изменены в пользу Трампа, были все законные основания признать его избранным президентом. В то время как коллегии выборщиков подают голоса 14 декабря, подсчитывают и утверждают их 6 января во время заседания обеих палат Конгресса США. В тот день Сенат уже будет полностью укомплектован после выборов последних двух членов от штата Джорджия днём ранее. И эти выборы будут иметь ключевое значение. Если два оставшихся места займут демократы, тогда большинство в Сенате окажется у демократической партии. Если же хотя бы одно место отойдёт республиканцам, есть шанс, что они утвердят голоса от республиканских выборщиков. Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что эти две даты – лишь формальность, и основным дедлайном в президентской гонке остаётся 20 января, когда официально должны объявить имя избранного президента. Джо Байден после голосования выборщиков снова заявил о своей победе и отклонил обвинения в фальсификациях. Тем временем Дональд Трамп написал в своём твиттер, что увольняет генерального прокурора США Уильяма Барра. По его словам, он уйдёт с поста ещё до Рождества. Его место займёт его заместитель Джефф Роузен. Ранее президент неоднократно выражал сожаления в связи с тем, как Министерство юстиции расследует фальсификации на выборах. Барр говорил, что не нашёл никаких свидетельств о махинации. В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Согласно предварительным анализам, он распространяется быстрее известных типов. Однако пока нет свидетельств тому, что эта разновидность приводит к более тяжёлому течению болезни. «Нет ничего, что указывало бы на отличие симптомов, проблемы с тестированием или на то, что болезнь протекает иначе». Специалисты считают, что уже имеющиеся вакцины смогут защитить и от мутировавшего коронавируса. Сейчас он распространяется в основном на юго-востоке Англии. Им заражена примерно 1000 человек. Британские учёные продолжают исследования. Они также передали данные о новом типе коронавируса Всемирной организации здравоохранения. Её сотрудники тоже считают, что обнаруженная разновидность не опаснее других генетических вариантов. ВОЗ обещает оперативно информировать международное сообщество о результатах исследования. В Великобритании вакцинация от COVID-19 идёт с 8 декабря. Используют препарат компании Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививки делают людям из групп риска. Процедура бесплатная и добровольная. Соединённое Королевство стоит на шестом месте в мире по числу заражённых коронавирусом. Количество случаев в стране приближается к 2 миллионам. Почти 65 тысяч пациентов скончались. Стая розовых фламинго прилетела на зимовку в Крым. Птицы обосновались на озере в северо-западной части полуострова. Раньше в этой местности их не видели. Обычно эти пернатые залетают в Крым во время миграции. Объяснить, почему именно птицы полетели не туда, а сюда, достаточно сложно. Как правило, такие отклонения от миграции бывают вызваны либо какими-то климатическими смещениями, какими-то изменениями. Фламинго – пугливые птицы. Близко подпускать людей не любят. Большинство птиц, в том числе и фламинго, воспринимают человека как хищника, потенциально способного их уничтожить, убить и так далее. Поэтому они, естественно, осознают и распознают в человеке определённую угрозу. В России фламинго считается редкой птицей и занесён в Красную книгу. Специалисты полагают, что когда-нибудь эти пернатые поселятся на Крымском полуострове и станут местным видом. Каждый год загородный дом жительницы Боливии Марселы погружается в спокойную рождественскую атмосферу. Помогают в этом сотни изящных фигурок, созданных в разных уголках мира. Марселла коллекционирует статуэтки, игрушечные дома и другие сувениры уже 30 лет. «Мы покупаем их каждый год, куда бы ни поехали, а путешествуем мы много. У нас есть сувениры из Мозамбика и Австралии, есть изделия племени Маори из Новой Зеландии, также есть статуэтки из Австрии и Германии». Женщина распаковывает и расставляет фигурки несколько дней. Ей помогают родные. Из домиков и статуэток вырастает праздничная композиция. Повсюду мерцают разноцветные огни, и всё напоминает о Рождестве. Главная сцена – ясли с новорождённым Иисусом в центре. Марселла считает, что главное для человека – вера. С ней можно пережить невзгоды и потерю близких, а также обрести душевный покой. Будущая стеклянная бусина, пронзённая медным стержнем, медленно обрастает новыми деталями. Технология сложная и включает работу с другими материалами, такими как золото и серебро. Некоторым стержнем, которые используются для изготовления бусин в городе Мурана в Венецианской лагуне – сотни лет. Это местная традиция. Её упоминали ещё в эпоху Древнего Рима. В начале XIX века местные женщины часто сами делали бусины, чтобы помогать семье с заработком. Обычно стекло плавили прямо на кухне. Теперь в этой местности работают сотни мастеров. Некоторые в одиночку. У некоторых есть большие фабрики. На обучение уходят годы. «Пару лет назад у меня был китайский студент. Ему посмотрели заметки об очень старой китайской традиции обработки стекла, которая была почти утрачена в пользу крупномасштабного производства копий техники Мурана. Мне кажется, очень глупо потерять культурное наследие исключительно ради финансовой выгоды». 14 декабря ЮНЕСКО начала онлайн-заседание, чтобы пополнить свой список нематериального культурного наследия. И местные производители надеются, что традиция производства бусин в него войдёт. Они считают, что это поможет защитить ремесло. Стоимость бусинок сильно варьируется и зависит не только от времени, затраченного на изготовление, но и от типа стекла, которому могут быть сотни лет. Среднюю бусину с небольшим количеством украшений можно купить за 10 долларов. А более сложная бусина с вкраплениями золота может стоить сотни долларов. «К сожалению, те, кто не знаком с традициями или ремеслом, кто не знает о простой бусине или о том, что за ней стоит, смотрят только на стоимость. И это наносит нам ущерб, потому что многие дилеры работают с минимальными затратами, игнорируя качество». Заседание ЮНЕСКО продлится до 19 декабря. Вопреки пандемии, в 2020 году было немало позитивных, вдохновляющих и забавных событий, а также интересных знакомств. Давайте вспомним. Так, год начался хорошо для оливковой черепахи Гуди. Она смогла плавать благодаря ласти-протезу. Конечности она лишилась, запутавшись в рыбацких сетях. Приспособление разработали тайские ветеринары. А в российском городе Иркутске в преддверии 8 марта сотрудники ДПС занимались не совсем привычным делом – раздавали женщинам-водителям розы. «Очень приятно. Я не ожидала, если честно. Я уже настроилась, что сейчас мне штраф выпишут, потому что страховка просрочивается». В одном из городов индонезийской провинции Ява изобрели забавный способ заставить людей сидеть дома в карантин. Волонтёров переодевали в призраков, после чего они выходили пугать беспечных прохожих. Британский ветеран Том Мур стал символом стойкости в период карантина. К своему столетию он решил сто дней ходить возле своего дома, чтобы собрать средства на помощь врачам. В итоге ему удалось получить 50 миллионов долларов. Позже его посвятила в рыцаре сама королева Елизавета II. Под вдохновением от его успеха ещё один британец решил ходить, чтобы помогать людям. Это пятилетний Тони, который прошёл 10 километров на протезах. Он собрал миллион двести сорок тысяч долларов. «Очень хорошо. Я решил, что буду больше ходить, потому что это очень хорошо». Финский танцевальный коллектив придумал, как продолжать концерты, сидя на карантине и соблюдая социальную дистанцию. Артисты записали видео со своими выступлениями, а потом их объявили. Назвали акцию «Полька на карантине». Ещё один танцор уже из Африки привлёк внимание в соцсетях своими пируэтами под дождём. С тех пор 11-летний нигерец получил большую финансовую помощь от людей со всего мира. Теперь отрабатывает балетные движения в школе и планирует уехать учиться в США. А одна южнокорейская пара тоже в свете пандемии придумала, как создать курорт у себя дома. Каждую комнату супруги оформили в разном стиле – от балийского курорта до пляжа на Гавайях. В Сардинии у одного фермера родился щенок с зеленоватым оттенком шерсти. Назвали фисташкой. Примечательно, что четверо его родных братьев и сестёр нормального окраса. Радостной вестью стало и спасение четырёхлетней девочки в турецком Измире. Дом, в котором она была, обрушился в результате землетрясения. Девочка провела под завалами 90 часов. Теперь её жизни ничто не угрожает. Братильский мастер придумал, как скрасить серые будни в условиях пандемии. Он делает маски, которые повторяют нижнюю часть лица человека. В итоге создаётся впечатление, что маски вообще нет. И напоследок про 81-летнего альпиниста из Испании. Карлос Сори тренируется перед покорением одного из высочайших пиков планеты – горы Тхаулагири в Непале высотой более 8 160 метров. Его восхождение намечено на весну 2021 года. До этого он уже покорил 12 высочайших восьмитысячников мира. Его восхождение намечено на весну 2021 года. До этого он уже покорил 12 высочайших восьмитысячников.